Здравствуйте! Как узнать о наличии исполнительного производства и как через личный кабинет общаться с судебными приставами? Об этом говорим в нашей студии исполняющей обязанности отдела по работе с обращениями граждан Управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области Кристина Ленькова. Кристина Андреевна, здравствуйте! Здравствуйте! Когда вообще возбуждается исполнительное производство? Вот в понимании обывателей это когда копятся долги, набирается определенная сумма и потом уже возбуждается исполнительное производство. Так ли это? Да, исполнительное производство у нас возбуждается на основании исполнительного документа, выданного определенным органам власти. Узнать о наличии исполнительных производств в отношении себя можно на официальном сайте, интернет-сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области в разделе Банк данных исполнительных производств. То есть для этого необходимо ввести фамилиями и отчества должника, либо наименование юридического лица. Также можно узнать, является ли юридическое лицо должником. После внесения данных, если задолженность имеется, это будет отображаться на данном сайте. То есть будет отображена сумма долга, на основании чего возбуждено исполнительное производство, судебный пристав и, конечно же, можно будет оплатить через данный сайт долг. Все очень просто. У нас есть вопрос от телезрителей, который я хотела задать позже, но раз вы затронули эту тему. Михаил спрашивает, как узнать по номеру, за что назначено исполнительное производство и вообще, как узнать этот номер? Номер исполнительного производства, как узнать? И за что? Можно ли за что узнать или нет? За что можно узнать органа исполнительной власти, который выдал исполнительный документ, а более подробную информацию необходимо узнавать у судебного пристава исполнителя. То есть номер исполнительного производства можно узнать, если мы также ведем фамилиями и отчества должника. То есть у нас сразу выходит номер исполнительного производства. То есть необходимо с этим номером уже идти к судебному приставу для погашения задолженности. Но не обязательно идти, как вы сейчас сказали, что можно погасить. Да, да. Можно сразу оплатить задолженность через официальный сайт. И также имеется возможность распечатать квитанцию, кто не умеет оплачивать онлайн, распечатать квитанцию и обратиться в банк. Вы сказали, что нужно идти к судебному приставу. В каких случаях обязательно нужно идти к приставу? Не там оплачивать не через мобильные устройства, не через сайт, а именно прийти к приставу? Ну, посещение судебного пристава – это уже выбор, грубо говоря. Каждого можно не посещать. Сейчас все это можно ознакомиться с материалами исполнительного производства и онлайн через личный кабинет стороны исполнительного производства. Необходимо только там зарегистрироваться в личном кабинете стороны исполнительного производства. Это сложная процедура? Это процедура несложная. Что там? Это несложная. То есть вбиваем в восковике личный кабинет стороны исполнительного производства, регистрируемся. То есть у нас есть еще такой единый портал государственных и муниципальных услуг. То есть они у нас взаимосвязаны с личным кабинетом исполнительного производства. Это так госуслуги, да? Да, это все, как называются, госуслуги. То есть свои данные все подтверждаются в МФЦ. Обязательно это нужно сделать. И когда заявители направляют заявление, в ходе исполнительного производства они уже автоматически подписываются. То есть данные заявителя подтверждены. Внесены данные паспорта, ННН, СНИЛС. И данные заявления носят юридическую силу, подписанную, грубо говоря, электронной подписью. С какими пожеланиями или жалобами чаще всего к вам обращаются граждане? Есть такой рейтинг, допустим, несогласность с суммой? Или что это может быть? Чаще всего граждане хотят вообще ознакомиться с материалами исполнительного производства, узнать, что сделано по исполнительному производству. Также необязательно посещать судебного пристава исполнителя. Можно подать заявление о ходе исполнительного производства через единый портал государственных и муниципальных услуг. То есть когда мы подаем данные заявления, заявителю в личный кабинет стороны исполнительного производства поступает информация, что сделано, когда сделано, какие процессуальные документы вынесены по данному исполнительному производству. Также можно и узнать о наличии исполнительного производства вообще в отношении себя. Не только через банк данных исполнительных производств, но также и через единый портал государственных и муниципальных услуг. Можно это сделать. То есть если заявителю необходимо получить официальный ответ от службы судебных приставов, подписанной электронной цифровой подписью, и не посещая при этом судебных приставов, через данный портал это можно сделать. То есть все имеет юридическую силу. Даже если вы задали вопрос, получили ответ, это все обоснованно юридически. Да, конечно, потому что это все подписывается электронной цифровой подписью и несет такую же юридическую силу, как и подпись на бумаге. Еще вопрос от Светланы. Как попасть на прием к судебному приставу? Если я приехала в неустановленное время, может ли мне кто-то помочь в моем вопросе или нужно ждать своего пристава? Вот, вот, словом, свой пристав. То есть у каждого дела есть сотрудник, который ведет его, да, получается? Да, да, да. Смотрите, судебные приставы принимают вторник из 9 до часу, четверг с часу до 6. Если у нас есть иногородние граждане, да, которым долго добираться, либо некоторые работают, неудобно приходить именно в приемные часы, у нас есть дежурные судебные приставы, которые принимают в неприемное время. Такие судебные приставы... Как их найти, вот когда заходишь уже в свой районный отдел? Они в определенном кабинете как-то или в принципе там, наверное, есть? То есть начальник отдела ежемесячно подготавливает распоряжение о назначении дежурного пристава-исполнителя на месяц. И данная информация отображена на информационном стенде в отделе судебных приставов. То есть можно подойти к стенду, уточнить, кто является судебным приставом и уже непосредственно обратиться к данному судебному приставу. А дежурный судебный пристав-исполнитель, он может совершать все процессуальные действия или только вот которые первоочередные, которые необходимы? А все-таки вот если есть свой уже, как мы говорим, пристав, то нужно обращаться лучше к нему? Дежурный судебный пристав может предоставлять информацию о ходе исполнительного производства, может предоставлять, точнее может принимать заявление о ходатайстве, либо жалобы для дальнейшей передачи делопроизводителя для регистрации и уже передачи своему, как говорится, судебному приставу-исполнителю. Также принимать иные документы, необходимые для судебного пристава-исполнителя, уже ведущего исполнительного производства. В последнее время многие переживают, что, допустим, полетят на отдых за рубеж, и у них окажутся неоплаченные штрафы или что-то, и нужно будет быстро это возместить. Вот в таком случае можно обратиться к судебному приставу, к дежурному или к своему, чтобы побыстрее решить эту ситуацию? Или как все это выглядит? Ну, конечно же, дежурный пристав-исполнитель сможет дать информацию, имеется ли в отношении должника ограничение на выезд за пределы Российской Федерации. Также, если должник подтвердил оплату, то есть дежурному судебному приставу, дежурный судебный пристав передает документ судебному приставу, только после этого судебный пристав сможет уже окончить исполнительное производство и вынести постановление о снятии ограничения на выезд за пределы Российской Федерации. То есть это сможет только свой судебный пристав сделать. Если говорить еще о личном кабинете, какие преимущества у гражданина имеются при регистрации в нем? Какие функции еще, кроме того, что можно там оплатить или узнать свою задолженность? Что еще можно сделать? Через личный кабинет стороны исполнительного производства, как ранее говорила, можно подать заявление о ходе исполнительного производства, заявление о наличии исполнительного производства. Также можно подать ходатайство, то есть где срок рассмотрения составляет 10 дней, обращение в порядке федерального закона 59-го, где срок рассмотрения 30 дней. Также можно подать через личный кабинет стороны исполнительного производства жалобы в порядке подчиненности и оформить подписку о ходе исполнительного производства, что очень даже удобно. Что можно у пристава запросить как информацию, а что не входит в его компетенцию? Потому что есть способ подачи обращений заявлений, и закон существует на эту тему. Что в компетенции судебного пристава? То есть при подаче заявлений необходимо соблюдать неопределенные требования. Если вы даже подаете заявление через личный кабинет, либо на бумажном носителе. То есть заявления должны быть обязательно подписаны. Если в электронном виде, то они у нас через личный кабинет, конечно же, подписываются электронно. Также есть интернет-приемная официального сайта. Там нет возможности подписать, грубо говоря, электронное обращение. То есть при подаче через интернет-сайт необходимо отсканировать заявление, чтобы была подпись. То есть если вы вбиваете просто текст без подписи, такое обращение не может быть рассмотрено. Это касается именно интернет-сайта, не личного кабинета страны исполнительного производства. Потому что интернет-личный кабинет уже предполагает... Вы уже подтвердили свои данные через МФЦ. Вот если можно немножко поподробнее, какая подпись должна быть? Подпись гражданина или нет? Подпись... Если мы подаем заявление через интернет-приемную, должна быть подпись от гражданина. То есть вот написано на бумаге заявление, число обязательно должно быть и подпись в сканированном виде. Если подается через личный кабинет, то есть когда заявление проходит регистрацию, автоматически выходит штрих-код. То есть это является подписью, можно сказать так. То есть это касается единого портала государственных муниципальных услуг и личного кабинета страны исполнительного производства. Если судебный пристав не может решить какую-то проблему, гражданин так понимает, что не доверяет его компетенции или еще. Какие следующие шаги можно сделать? Можно ли обратиться к вышестоящему, к руководству и так далее? Вообще это в практике есть такое? И как это осуществить? Если гражданин не доволен судебным приставом, он может обратиться к начальнику данного судебного пристава, то есть к структурному подразделению, где находится исполнительное производство. Только после, если уж начальник не может помочь гражданину, либо не в силах помочь, тогда уже заявитель обращается в управление Федеральной службы судебных приставов. То есть вот сразу в управление обратиться нельзя, сразу к руководству? Нет, конечно же можно, но должна быть подчиненность. У судебного пристава есть заместитель и начальник, который должен решить данный вопрос заявителя, а потом уже вышестоящее это управление Федеральной службы судебных приставов. Если говорить об объеме вашей работы, то сколько через вас проходят заявлений, с какими вы работаете, как часто встречаетесь лично с гражданами, или вот ваш объем работы какой? Как выглядит день судебного пристава? Заявлений на самом деле поступает очень много, и в связи с востребованностью, я бы сказала, личного кабинета, стороны исполнительного производства, большое количество поступает по сравнению с 2019, с 2018 годом, так как это удобно. Заявления поступают в личный кабинет заявителя, также в электронном виде, то есть не нужно идти в отдел судебных приставов. Да, и поэтому объем, конечно, проще написать, да, вот какой-то вопрос задать, заявление отправить, и поэтому, а у вас, соответственно, объем работы увеличивается в связи с этим, потому что нужно, в какой срок вообще вы отвечаете по закону, вот нужно ответить на вот такой запрос от граждан через личный кабинет даже? Через личный кабинет, то есть есть разные типы заявлений, которые могут быть поданы через личный кабинет, стороны исполнительного производства, это могут быть ходатайства. Где срок рассмотрения 10 дней, может быть заявление о прекращении, о розыске, где срок 3 дня, заявление о ходе и о наличии исполнительного производства, где срок сокращенный, 17 календарных дней, и обращение поданное в порядке федерального закона 59-го, где срок рассмотрения составляет 30 дней. Ну и также есть жалобы у нас в порядке подчиненности, где срок 10 дней. То есть вот вы, ваш день заключается в том, рабочий, что вы вот отвечаете, реагируете, знакомитесь, изучаете вот эти... Да, конечно, не только прием, но и рассмотрение заявлений и жалобы. Понятно. Изначально, Кристина Андреевна, почему вы выбрали такую профессию, серьезную, так скажем, судебный пристав? Ну, данная профессия, я думаю, является... У вас уже были в семье предшественники, которые работали в этой сфере, или вы первооткрыватель? Нет, наоборот, было очень интересно общение с людьми, помогать людям, общаться с ними, да, и даже развиваться. Много нового, много интересного, тем более постоянно все совершенствуется. Ну, то есть мы не стоим на месте, мы двигаемся, новые какие-то сайты, технологии, подачи, то есть... Ну, и законодательство совершенствуется, да, как-то изменяется, за этим всем нужно следить. И в чем специфика вашей работы, как бы вы ее определили? Судебный пристав – это человек, который занимается как и чем? Судебный пристав – это человек, который взыскивает, то есть, долги от должников, которые вовремя не погасили данную задолженность. Не всегда, конечно же, должники у нас довольны, что списывают денежные средства с карточек, что происходит ограничение на выезд за пределы Российской Федерации, да, ограничение в регистрации транспортных средств. Это не всегда приятно, тем более, когда... То есть это неожиданно для должников, когда должники сами, да, не проверили себя. А с какого момента начинают с карточек списывать, вот чтобы знать? Когда не платишь, сколько по времени или какая-то сумма определенная? Вот как с этим разобраться? Добровольный срок оплаты составляет 5 дней. То есть после истечения добровольного срока уже судебный пристав принимает меру принудительного характера. А способы информации граждан, у которых есть долги и задолженности, какие от судебных приставов, что должно быть по закону? Как предупреждается гражданин о задолженности и о необходимости ликвидировать эту задолженность? К должникам приходит постановление о возбуждении исполнительного производства, как раз таки в котором прописано, что необходимо погасить долг в течение 5 дней и реквизиты. Также у нас приходят сообщения, что возбуждено исполнительное производство, необходимо обратиться к такому-то судебному приставу, к какой-то структурное подразделение. А через личный кабинет никто не сообщает, это только сам-то может гражданин зайти и посмотреть. А вот чтобы какое-то сообщение пришло, обратите внимание. Нет, не только. У нас есть еще портал государственных услуг, где отображаются все задолженности. То есть как только возбуждено исполнительное производство, это отображается на государственных услугах. Также есть номер исполнительного производства и куда и кому обратиться. То есть разные способы оповещения. Понятно. Не только вот это вот. Не только. Есть еще, если мы говорим с вами о работе судебных приставов, есть случаи, когда благодаря работе судебных приставов работникам возвращают денежные средства, восстанавливают в должности, происходит компенсация морального, материального ущерба. Это какие специалисты этим занимаются? Потому что у нас у обывателей такое уже представление, что только взыскиваются долги, только вот такие, какие-то вот, уже, ну не карательное, такое слово пришло, у меня меры принимаются. Ну, с должников, естественно, да, списываются денежные средства. Бывает такое то, что судебный пристав выносит постановление обращения взыскания на денежные средства. И то есть денежные средства находятся на разных банковских счетах, например, Сбербанк и Альфа-банк. Пристав одновременно выносит постановление на два сразу счета. Бывает такое, да? Пристав же не знает изначально, где есть денежные средства, а где нету денежных средств. И бывает такое то, что денежные средства могут быть взысканы с двух сразу счетов. В связи с тем, судебный пристав, то есть одну сумму лишнюю обязательно возвращает должнику после того, как они поступят, конечно же, в отдел судебных приставов. Да, кто-то жалуется то, что у меня списали несколько раз, да, такое может быть. Но судебный пристав обязательно вернет денежные средства, он увидит, что деньги списались два раза. То есть они на депозите не останутся, обязательно будут перечислены. Если говорить о суммах, которые списываются, то какие они? Допустим, это зависит же от того, сколько денег на карточке у гражданина, да? Или как? Как вот это? Какая система? Или вот если определенная сумма, ну, долго там, допустим, 50 тысяч, сразу же не спишет ее, даже если у гражданина 50 тысяч на карточке? Да, конечно же, сразу сумму не спишет, выносит на 50%. Вот, грубо говоря, заработные платы, давайте так смотреть, 50%. Если сумма там составляет штраф, да, 500 рублей, 1000 рублей, конечно же, будет изыскана сразу вся сумма, а так только 50%. Ну, по алиментам у нас есть исключение, это 70%. А большинство штрафов, вот вы же с этим работаете, в основном они, это штрафы ГИБДД, да, или как вы сказали, алименты, из алиментов, или как вот, если опять же рейтинг такой составит? Очень много штрафов ГИБДД приходит в последнее время, налоговые сборы тоже очень много, ну, естественно, алименты, кредитная задолженность, коммунальные платежи, то есть просто задолженность гражданам. Ну, на первом месте все-таки, наверное, штрафы ГИБДД или нет? Ну, штрафов тоже очень много, и налогов много, да, штрафов много. Штрафы и налоги. Как повышают квалификацию судебные приставы? И есть ли у вас какие-то, я не знаю, там семинары, да, что-то такое? Ну, конечно же, мы не стоим на месте, постоянно приходят, то есть, с центрального аппарата из Москвы, то есть, нам документы, которые изучают не только управление Федеральной службы судебных приставов, а также направляются в структурные подразделения, также обязательно раз в квартал мы проводим обучение со структурными подразделениями, с начальниками, а также судебными приставами. Как рассматривать обращение, как там, например, осуществлять правильный прием граждан, ну, обязательно обучение проводится раз в квартал. Вот, если со стороны посмотреть на судебного пристава, кажется, что его работа не очень интересна, вот это вот штрафы, еще какие-то обращения, нужно там давать в какие-то сроки ответ, а в чем интерес вам лично, вот, ваша профессия интересна, и в чем этот интерес заключается? Интерес, даже так, тяжело ответить. Ну, потому что, когда человек выбирает профессию, мне кажется, немаловажные условия, чтобы было интересно на работе, ну, в чем-то был какой-то свой интерес, тоже вот. Ну, интерес, скорее всего, в том, чтобы помогать людям, чтобы денежные средства были с должников взысканы, да, чтобы права не нарушались, просто, ну... То есть вам интересно вот с этим работать, да. А у вас много в отделе вы сегодня исполняете обязанности? У нас в отделе, ну, с Нового года у нас осталось не очень много в отделе, штатная численность сократилась, ну, объемы большие, штата сократился, работы много. Вот вы говорите, большой объем, а как, ну, увидеть, какие объемы, и в чем эффективность вашей работы, понять? Смотрите, мы занимаемся рассмотрением обращений граждан, да, которые поступают непосредственно в управление, которые мы уже оставляем рассмотрение в нашем отделе на вздействие уже начальников отделов, не только судебных приставов, но и начальников. В настоящее время в отделе обращений, то есть есть три специалиста, которые занимаются рассмотрением обращений, то есть за месяц специалисту может прийти 200-250 обращений, это очень много, колоссальная работа, то есть мы не просто так даем информацию, мы эту информацию должны запросить сначала из отдела судебных приставов, отработать, то есть если выявлены нарушения, мы их должны устранить, то есть не мы, а уже структурное подразделение, и, в общем, восстанавливаем права граждан, которые нарушены. На ваш взгляд, как специалиста, какой информации не хватает сегодня гражданам? Допустим, вот обращаются из раза в раз с одной и той же проблемой, и вот чего-то не знают, какой-то информации. Вот вы, как судебный пристав, что хотели бы сообщить, на что обратить внимание, какая-то вот, не все же сталкиваются часто с такой практикой, взаимодействие с судебным приставом, что вас, может быть, каждый раз удивляет, и вы думаете, ну, как можно вот этого не знать, но люди все-таки этой информацией не обладают. Удивляет то, что, ну, не то, что удивляет, что люди не знают о своих долгах. Многие идут и говорят, а я не знал, а я не знал, но зачастую, я думаю, они лукают, как ты, да, не знаешь, то, что ты взял кредит, ты его какое-то время не гасил, не погашал за должность, а потом у тебя оказывается, что арестован счет, либо запрет на регистрацион автотранспортного средства. То есть, ну, бывают люди забывают, можно так сказать. Я рекомендую всем проверять себя обязательно в банке данных исполнительных производств, не забывать про личный кабинет и через государственные услуги. Еще интересное очень заявление у нас, ну, уже они давно появились, заявление о подписке о ходе исполнительного производства. То есть, гражданин может подать заявление как должник, как и взыскатель, может оформить, точнее, подать заявление о подписке исполнительного производства. Данное заявление попадает в структурное подразделение, и судебный пристав принимает решение, то есть оформлять подписку или нет. Но в большинстве случаев подписка оформляется, то есть если заявитель является стороной исполнительного производства либо законным представителем, подписка оформляется. Что это значит? То есть в личный кабинет стороны исполнительного производства будут попадать все процессуальные документы, вынесенные в рамках данного исполнительного производства. То есть они несут такую же юридическую силу. Это очень удобно. Вот он является, например, взыскателем, нужно ему, заявителю, получить постановление обращения взыскания на денежные средства должника. Хочет увидеть это постановление, не обязательно идти к судебному приставу. То есть у взыскателя это постановление будет отображаться в личном кабинете, который он также может распечатать. Понятно. Да, вот это вот значит оформление подписки, да? Да, да. Но вот хотелось бы уточнить по поводу оформления подписки. В основном пользуются кредитные организации, банки. Да, это очень удобно, но при оформлении подписки, подаче заявления нет возможности приложить доверенность. То есть есть сведения только сообщить доверенность, то есть номер доверенности. То есть изначально гражданин должен уведомить судебного пристава исполнителя, чтобы оно было в материалах исполнительного производства, чтобы он сравнил, что подали, какое заявление подали вы, какие сведения предоставили о доверенности, какая доверенность и номер доверенности находится в исполнительном производстве. То есть если все совпадает, то подписка будет оформлена. Это также очень удобно. Да, вот это новая полезная информация. Еще хотелось бы узнать, вы сказали, что в пятидневный срок предлагается погасить задолженность. То есть если эта задолженность не гасится, действия дальнейших судебных приставов, они какие? Судебный пристав уже в принудительном порядке начинает взыскивать денежные средства на счета должников, то есть может ограничить выезд за пределы Российской Федерации. Но это вот в зависимости от суммы или вот эти разные действия? Любые действия. Даже если 500 рублей штраф не оплатили вовремя, судебный пристав будет применять такие меры. То есть некоторые обращаются, жалуются, почему моя машина находится под запретом, хотя штраф 500 рублей, машина стоит миллион. То есть бывает такое, что машина не в аресте, машина всего лишь в запрете на регистрационных действиях. То есть пока вы не погасите долг, даже 500 рублей, вы не сможете продать машину другому лицу. Ну мне кажется, что, насколько я информирована, запрет на вылет должна быть определенная все-таки сумма, не больше, чем... Да, не больше 10 тысяч рублей. А, ну вот все-таки есть, если не 500 рублей, да? Нет, нет, нет. Да, вот тогда, в общем-то, такие детали. Наша программа подходит к концу. У вас есть буквально одна минута, чтобы обратиться к гражданам, с которыми вы работаете, напрямую и сказать какую-то еще короткую, важную, полезную информацию. Хотелось бы напомнить, что есть официальный сайт службы судебных приставов, через который любые граждане могут проверить себя, являетесь ли вы должником по исполнительному производству. И также можно данную задолженность оплатить, не посещая судебных приставов исполнителей. Спасибо за эту важную и полезную информацию. Всего хорошего. Прощаюсь я и с вами. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!